о все работает круто ой одну минуточку простите пожалуйста все почему все почему громко я же выключила оповещение всем привет 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 напишите пожалуйста как меня слышно как меня видно вот куда умеет вконтакте чуть-чуть нас опаздывает привет 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 если тут живые люди я же вижу что вы есть пишите всем привет let's go супер красноречиво типа хватит уже тут это давай давайте уже решать давайте уже обсуждать а давайте наверное пока ребята доходят я немножечко расскажу о себе кто я что я куда я зачем я в общем привет доброго вечера и я не знаю почему в субботу вечером смотрите разборы каких-то пробников что 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 с вами не так почему вы не отдыхаете а наверное ответ очень простой да вы просто собираетесь давать егэ в этом году и в этом то как бы проблема я я понимаю прекрасно меня зовут ася флангель и я тоже не отдыхаю вечером а вместе с вами разбираю пробник потому что я преподавательница химии онлайн-школе в эйбиум и уже третий год в этой школе готовлю ребят к егэ а вообще преподаю уже десятый год и в прошлом году у нас выпустилась 50 нет простите путаю боже ты мой прошлом году нас 32 стабальника выпустилась всего за два года 90 почти что человечков и в общем мы надеемся что эта цифра будет с каждым годом только увеличивается и увеличиваться поэтому если вы собираетесь давать егэ в этом году то давайте присоединяйтесь к нам и пополняйте нашу статистику я бы тоже с гордостью вас рассказывать поэтому те кто собирается сдавать егэ в 2022 можете поставить плюсик и вообще как-то дать о себе знать до егэ меньше года время летит быстро ой софья да вы себе не представляете насколько быстро пролетит это время уже прошло больше чем половина месяца первого вот вы думаете сегодня уже какое какое сегодня число какое 18 да да все 18 сентября сегодня просто вдумайтесь да уже вот как будто бы вчера только в школу пошли после летних каникул а нет ребят уже прошло практически три недели и время будет лететь только быстрее зачем мы с вами здесь сегодня собрались давайте я немножечко расскажу во первых у нас целую неделю если вдруг вы только сейчас заглянули к нам на трансляцию к нам в группу то всю неделю у нас проходила такой специальный проект совместно с вконтакте и этот проект был посвящен вообще на таком знаете как введению в предмет введению в экзамен потому что вы знаете что в этом году немножечко экзамен поменялся и мы вот постарались об этом поговорить постарались вообще поговорить о том как готовиться как составить план подготовки как можно себе немножечко упростить жизнь и в том числе разбирали теорию и задания какие-то появлялись у нас на странице и сегодня утром вышел пробник который можно было порешать прямо на нашем сайте не переживайте это абсолютно бесплатная история если вдруг может быть увидели но почему-то испугались я не знаю можно просто зайти на наш сайт возможно потребует как зарегистрироваться через вк зайти но это абсолютно бесплатно вам не нужно за этот пробник ничего платить и вы могли его порешать ну честно признаться я тут как бы заглянула вообще на сайт перед тем как прийти к вам на трансляцию и посмотрела какое количество ребят записалось и какое количество ребят решила и знаете вот пусть вам сейчас станет стыдно потому что я посчитала и только два процента людей которые записались как бы ну на этот курс потому что в рамках сайта в рамках нашей платформы этого лист как отдельный курс в котором этот пробник появился так вот из всех записавшихся только два процента ребят пробник решила солнышке я я не осуждаю ни в коем случае но вы как бы не стесняетесь решаете и чего просто так записываться то знаете вы так будете копить как как вот эти полезные всякие методички чек-листы и прочие материалы по предмету которые копятся у вас папочки и вы их так ни разу за год не открываете вот не надо пробники решайте потому что практиковаться важные и важно практиковаться много так вот можно было решить этот пробник и если у вас есть какие-то вопросы по заданиям первой части но я вот так прикидываю да вот сейчас по вот этому соотношению и по идее по идее не то чтобы очень много ребят из присутствующих могут вопросы эти задать но если у вас есть какие-то вопросы мы можем их обсудить а вообще там к заданиям есть пояснение поэтому можно было тоже сравнить так с 15 заданием вы говорите что то не так к сожалению сейчас не могу посмотреть что там не так может быть иногда у нас бывает у нас был нем в прошлом году когда задание как это отвечали правильно но почему-то задание не засчитывалось иногда бывает такой к сожалению лак но самое главное чтобы было понятно как как нужно было правильно ответить вот так и двадцатом задании какой-то косяк есть с количеством татьяна химоза спасибо большое за комментарий мы обязательно посмотрим вот дальше мы ведь видимо вопросы сейчас на этом кончится на их можно продолжать задавать а мы дальше разберем вторую часть потому что там есть только ответы но как бы немножечко проговорим и я расскажу собственно про наш годовой курс и потом еще про одну штуку которую ну как бы про которым еще никому не рассказывали так по электролизу да вот смотрите ольга и татьяна вам просто 5 за активность потому что потому что видимо вы входите как раз все два процента которые как которые решили вообще какие-то задания просто браво правда в субботу выходной порешать вариант это прямо очень круто если еще какие-то вопросы комментарии возражения а вообще кстати если у вас есть ну не знаю какие-то какое-то мнение до насчет того что произошло вы можете писать в комментарии можете писать мне в личные сообщения я всегда очень с радостью думаю какой-то контакт поэтому не стесняйтесь пишите и да хотела кстати еще такой момент прояснить на всякий случай что я бы отнесла этот пробник к разряду легких но это логично сейчас сентябрь и даже те например кто готовился в прошлом году наверняка за лето немножечко подрастеряли сноровку и знаете как в сентябре когда ты приходишь и у тебя какой-то жесткий пробник и и это супер демотивирует поэтому мы решили сделать достаточно такой лайтовый я думаю те кто решал посмотрели вы по второй части даже сейчас увидите что она действительно такой приятная бы сказала поэтому те кто уже занимался в прошлом году давайте в бой с головой погружаемся решаем те кто еще не готовились вы можете его решить и познаете как как для начальная точка до посмотреть а вот насколько я пишу пробник сейчас даже легкий и посмотреть как у вас будет идти прогресс на протяжении всего учебного года но что поболтали большое спасибо за комплименты вот а давайте тогда собственно посмотрим на вторую часть чтобы еще дольше у вас не задерживать в этот замечательный вечер и итак а я ноль химии смогу ли я подготовиться с вашей школы екатерина ну конечно можно я вам буду после разбора про как про наш курс рассказывать и в том числе расскажу там с нуля не с нуля как можно с нами подготовиться поэтому чуть-чуть подождите да и так давайте с вами посмотрим первое задание очень непривычно в этом году потому что те кто готовился в прошлом или может быть преподавали в прошлом году они знают что раньше вторая часть начиналась с 30 задания теперь все сместилось как бы на одно задание назад это немножечко неудобно если честно но ладно и так для выполнения заданий используйте следующий перечень веществ хлорид кальция пероксид водорода гидроксид натрия оксид железа-2 гидрофосфат натрия и гидроксид хрома-3 и можно использовать водные растворы как обычно нам нужно выбрать вещества напоминаю что в этом задании нужно выбрать не менее двух веществ потому что до слова вещества но как бы намекает на множественное число и нужно написать между какой-то окислительно-восстановительную реакцию которая протекает с образованием желтого раствора но давайте те кто решал помогаете мне те кто не решал тоже давайте включаетесь будем с вами думать а я обычно когда решаю это задание я сразу когда смотрю на список веществ я думаю а какая у каждого из этих веществ могла бы быть роль в окислительно-восстановительной реакции или может быть она вообще не подходит и лучше взять что-то другое хлорид кальция но вот кажется что его можно отсюда исключить потому что принципе хлорид плохой восстановитель кальций ну окислительно тоже из него себе такой ну в общем сложно подобрать к ним было бы какую-то пару поэтому явно не подходит пероксид водорода может быть и окислителем и восстановителем в принципе нам пригодится гидроксид натрия скорее только может уступать в качестве среды а как окислитель и вот или восстановитель ну Вряд ли. Оксид железа-2. Напоминаю, что соединения железа-2 могут вступать в окислительно-восстановительные реакции и повышать степень окисления. Железо будет повышать степень окисления, то есть железо-2 может выступать в роли восстановителя. Поэтому можем здесь тоже себе зафиксировать. Но единственное, мне как-то сложно, я не вижу здесь окислителя в пару к оксиду железа, если честно, потому что это оксид, его еще как-то подрастворить нужно. Если бы здесь была какая-то кислота, например, азотная, концентрированная, серная, концентрированная, да. А вот так вот, честно говоря, я хочу его исключить, просто потому что я не вижу к нему пары. И даже если бы здесь была какая-то пара, мне же нужен раствор желтого цвета. А какой тут раствор желтого цвета, ну, не получится. Поэтому убрала. Гидрофосфат натрия. Это, скорее всего, для реакции ионово-обмена тоже я хочу исключить, потому что сложно представить какую-то окислительно-восстановительную реакцию, где бы гидрофосфат принимал участие. И гидроксид хрома. Это у нас может быть что? Это у нас может быть восстановитель. Вообще, соединение хрома-3 это такие довольно неплохие восстановители. И в хром-6 у нас будет переходить. Ну, вот что-то я всего поисключала, и у меня прямо нарисовались три вещества, которые очень хорошо ложатся в уравнении реакции. Гидроксид хрома, пероксид водорода и гидроксид натрия в качестве среды. А если вы пишете какие-то уравнения реакции с участием хрома, то там, или с марганцем, да, то же самое, обязательно берите среду, потому что без среды написать будет очень-очень-очень сложно. Давайте попробуем составить. Итак, у нас гидроксид хрома-3. Хром-ОН трижды. Пероксид водорода, видимо, будет окислителем. И щелочная среда у нас создается гидроксидом натрия. Что происходит с хромом? Хром повышает степень окисления до плюс 6, и у нас переходит либо в хромат, либо в дихромат. Так как среда щелочная, будет образовываться хромат. Хромат чего? Среда нам подсказывает, что должен образоваться хромат натрия. И, собственно, хромат натрия это и есть соединение желтого цвета, которое образуется вот по условию реакции. Что происходит с пероксидом? Пероксид получается окислитель. Окислитель понижает свою степень окисления, да, вот элемент окислитель понижает свою степень окисления в ходе реакции. Здесь у меня кислород, да, у него было минус 1, он должен понизить степень окисления, должна получаться минус 2. Видимо, это должна быть водичка, и кажется, что больше, наверное, никаких и не должно быть продуктов. Мне кажется, все, как бы хромат и вода, как будто бы хватило. Теперь самое главное, нужно не забыть составить электронный баланс и расставить в уравнении коэффициента. Поехали! У меня был хром в степени окисления плюс 3, стал хром в степени окисления плюс 6. Соответственно, 3 электрона кому-то хром отдал. Хром у меня восстановитель. Можно подписать прямо сразу здесь, чтобы потом точно не забыть, хотя лучше отдельной строчкой потом выписать, как в демо-версии. Дальше у меня было 2 кислорода в степени окисления минус 1. Смотрите, вот эта двойка, она взялась из-за того, что индекс у кислорода стоит 2. И этот индекс можно не выносить. Вы можете просто написать кислород в степени окисления минус 1. Так можно. Но ни в коем случае нельзя записать О2 в степени окисления минус 1. Вот это грубейшая ошибка, потому что нету такой частицы О2, да, не бывает такого. У вас есть 2 атома, точнее 2 частицы, да, вот этих кислородный, у которых есть степень окисления минус 1, но вот так вот индекс составлять ни в коем случае нельзя. Лучше вообще тогда не ставьте ничего, напишите просто О-1 и все. И еще тоже, да, раз уж я так что-то начала прям суперподробно, но хочу, чтобы вы обращали на это внимание, когда решаете и когда проверяете свои задания, обращайте внимание на то, как записана степень окисления. Сначала знак, потом число. Это прям принципиальный момент. И если хром 3 плюс еще прокатит, вам еще зачтут, то хром 6 плюс вообще категорически нет, вы сразу вам минус балл и будет очень-очень обидно, потому что, ну, вообще всегда обидно баллы терять. А это, я считаю, такая глупая ошибка в том плане, что ее вполне можно избежать. Она, ну вот, это то, где нельзя терять баллы вообще ни в коем случае. Не забываем двоечку поставить вот здесь, чтобы у нас материальный баланс был. И получается 2 кислорода в минус 1 принимают 2 электрона, чтобы получилось 2 кислорода в степени окисления минус 2. Если бы у вас двоечек не было, у вас был бы 1 электрон. И это у меня окислитель. Это баланс, поэтому мне обязательно нужно уравнять количество электронов здесь и здесь. Для этого мне, получается, нужно найти наименьшее общее кратное и потом поделить вот это наименьшее общее кратное на количество электронов. Либо некоторые просто коррест-накрест, да, как бы перемножают. Это, в принципе, то же самое. Соответственно, первую вот эту полуреакцию мне нужно домножить на 2, и у меня будет 6 электронов уходить. И вторую полуреакцию мне нужно домножить на 3. Получается, 6 электронов пришло, и у меня количество электронов одинаковое. Круто. Получается, перед хромом здесь появится... Ну, можно на самом деле вот так вот, я думаю, дописать аккуратненько. Вот так вот. 3 умножить на 2, 3 умножить на 2, 3 умножить на 2. Соответственно, здесь должна стоять двоечка перед хромом плюс 3. Перед кислородом в степени окисления минус 1, то есть у меня должно быть 6 кислородов в степени окисления минус 1. 2 уже есть, значит мне нужно поставить троечку перед пероксидом. Здесь у меня перед хромом плюс 6 тоже должна стоять 2. И перед кислородом, который в степени окисления минус 2, должна стоять 6. Но вот эту 6 сразу ставить нельзя. Почему? Потому что вода здесь не только как продукт. получается чего продукт восстановления но еще и это может быть ну как вода которая просто образуется в ходе реакции и это никак не связано с окислительно восстановительными превращениями поэтому сначала давайте уравняем натрий а потом получается что здесь должна стоять восьмерочка да ну вот да максим уже давно все уравнял максим тебе просто пятерка но и для того чтобы точно вообще никто никакой эксперт даже носа не подточил к нашей работе лучше отдельно прописать так что хрома аж трижды окислить простите нет вот так так не надо писать хрома аж трижды восстановитель и h2o2 окислитель а если вы еще напишите что хрома аж трижды восстановитель за счет хрома в степени окисления плюс 3 вообще просто идеально можно демонстрировать вашу работу как образец идеального написания этого задания хорошо разобрались давайте дальше следующее теперь в этом году уже 30 задание в прошлом году было 31 хочу кстати если вдруг вы проспали и вообще не посмотрели что там в новой демо версии во первых обязательно посмотрите есть разборы в том числе у меня на канале они есть и во второй части изменений нет никаких поэтому вторая часть осталась такой же как она была в прошлом году это хорошо и можно нарешивать просто по старым сборникам и так здесь нам тот же самый набор веществ да и нам нужно выбрать два вещества между которыми протекает реакция ионного обмена с образованием осадка но хочется сразу на самом деле убрать пероксид водорода потому что пероксиды оксиды мы в реакции ионного обмена не берем уже вот уже стало полегче а ну и оксид железа конечно я тоже исключаю по этой же самой причине остается хлорид кальция гидроксид натрия гидрофосфат натрия и гидроксид хрома ну здесь на самом деле не то чтобы очень много может быть комбинаций гидроксид хрома он пожалуй может реагировать только с гидроксидом натрия но это приведет как раз к растворению осадка а не к его образованию поэтому гидроксиду хрома просто я пару никакую не подберу гидроксид натрия давайте посмотрим он может реагировать с гидрофосфатом натрия и у нас будет получаться средняя соль будет ее как бы нейтрализации проходить но опять же это не приведет к образованию осадка то есть смотрите здесь очень важно написать не просто реакцию ионного обмена, а написать такую реакцию, которая будет четко соответствовать условию задачи. Если вы напишите, например, реакцию натрий-УАЖ там с гидрофосфатом натрия, это получается натрий-2АЖПО4, да, у вас это будет неправильно, вам поставят 0 баллов, потому что, окей, реакция правильная, вы молодцы, но это не то, что от вас хотели в задании. То есть вы решили то задание, которое вас не просили решать, поэтому балл вам за него тоже не поставят. Соответственно, гидроксид натрия тоже выбираю, к нему я пару не нашла, и остается у меня хлорид кальция, гидрофосфат натрия просто методом исключения. Итак, кальций-хлор-2 и гидрофосфат натрия, это получается натрий-УАЖПО4, и здесь двоечка, да, потому что у этого заряд 2-. У меня просто происходит обычная реакция обмена, если вы посмотрите в таблицу растворимости, то вот этот гидрофосфат кальция, он просто выпадает в осадочек. Можно стрелочки ставить, можно стрелочки не ставить, как хотите, без разницы. Вот. Максим, ты молодец! Не знаю, решал ли ты сегодня задание на сайте или нет, но ты в любом случае молодец. Обязательно расставили коэффициенты, ну, здесь, кажется, они не очень сложные, и записываем в ионном виде. Значит, у меня эта штука диссоциирует хорошо на кальций-2 плюс и 2 хлора-минус. Эта соль тоже диссоциирует хорошо. Напоминаю вам, что вот эти кислые анионы мы не расписываем. Можно расписать, да, 2 минута здесь заряд. Можно расписывать, например, гидросульфат на H+, и С4-2-минус, но если я правильно понимаю, то даже если не расписать, то вам все равно зачтут. А вот если здесь вы распишите H по 4-2-минус на H+, и по 4-3-минус, это 100% будет ошибка, потому что там такая константа диссоциации, что он точно не диссоциирует, поэтому даже не пытайтесь, не надо, не стоит. Кстати, у нас в рамках предыдущего спецпроекта в ВКонтакте было, я помню, что там, я не помню, как это называлось, там было что-то про диссоциацию, и я показывала как раз, как можно по таблице констант кислотности вообще смотреть, насколько вот реакция может, идти не может. Мы там, по-моему, на примере гидролиза это все обсуждали, гляньте, там прикольно, мне кажется, там было полезно. Впервые видит Максим, ну вот тогда тебе точно обязательно нужно порешать пробник, я думаю, что ты с ним справишься прекрасно и не очень много времени на него потратишь. Убираю все одинаково, у меня остается кальций 2+, хлоры сократились, натрий сократились, H4, 2- и кальций H4 здесь. Все, я получила свои 2 балла, я молодец, еду дальше. 31 задание тоже не очень сложное, но есть один момент, да, на который можно обратить внимание. Ну давайте тут сразу к делу, тут сразу будем писать уравнение реакции. Итак, я наверное не буду уравнивать эти уравнения реакции, можно я себе такое позволю, почему? Потому что они у вас уравнены в ключах и вы наверняка уже проверили, хочется просто обсудить, наверное, какую-то логику. Итак, медь растворили в концентрированной азотной кислоте. А здесь достаточно однозначно записывается реакция, если бы мы писали реакцию с каким-то металлом, который стоит до водорода, да, в ряду вот этого электрохимического напряжения, то там были бы могли быть варианты, мы могли бы сказать, ну может быть НО2, может быть НО, может быть еще что-то. Те металлы, которые стоят после водорода, у них записывается однозначно, да, если они реагируют с кислотами, это 100% НО2, если она концентрированная. Если бы была разбавленная, то 100% это был бы НО, и здесь никаких альтернатив нету. И это, кстати, поэтому часто дают серебро, медь, чтобы вот избежать всяких недомолвок. Максим спрашивает, где можно найти пробник? Максим, а вот прямо вот смотри, ты смотришь сейчас трансляцию ВКонтакте на нашей стене, и там пост, да, эта трансляция как бы в посте, я не знаю, как правильно ударение, да, оставится. И в этом же посте там есть ссылочка, типа решать пробник здесь. Да, пробник можно решать, конечно, мы его не стали закрывать, пожалуйста, решайте хоть весь учебный год. Хорошо, выделившийся газ, газ это НО2, напоминаю, стрелочки, ставите по своему желанию, хотите ставьте, хотите не ставьте. Вот этот газ, получается, пропустили через раствор гидроксида бария. Это вообще моя любимая реакция, потому что я обычно рассказываю на курсе ребятам, которые у меня занимаются, что, знаете, свой, короче, опыт ЕГЭшный, как я там эту реакцию писала, вот вам не расскажу. Оставлю до какой-нибудь следующей трансляции, знаете, такую интригу сохранить. Итак, напоминаю вам, что у НО2 нету кислоты, которая бы ему соответствовала. Нет азотной кислоты, ну, в смысле, азот, содержащий кислоты, в которой бы у азота была степень окисления плюс 4, как здесь. Поэтому при взаимодействии с щелочами НО2 диспропорционирует и дает нам одновременно и соль азотной кислоты, и соль азотистой кислоты, то есть, в принципе, мы имеем с вами ОВР. И у нас будет получаться и нитрат, и нитрит. То есть, азот меняет свою степень окисления и на плюс 5 повышает, и на плюс 3 понижает. Одновременно и окислитель, и восстановитель. Получается, барий НО3 дважды нитрат, и барий НО2 дважды нитрит, и водичка, конечно. Опять же, коэффициенты на вашу совесть заставляют. И вот здесь немножечко такое непонимание, потому что дальше ты читаешь. Полученный раствор добавили избыток хлорида аммония и нагревали до окончания выделения газа. А четвертая реакция где? Вот, а потом начинаешь немножечко думать, и оказывается, что с хлоридом аммония, а здесь да еще слово избыток, не просто так, оно... Вообще в этих заданиях обращайте внимание на каждое слово, потому что, вот казалось бы, избыток, ну, наверное, просто так написали. Нет, не просто так. Все слова, которые здесь появляются, они, ну, наверняка, не просто так, и они на что-то вам намекают, или что-то вам подсказывают, или вот наводят вас на какие-то мысли. Поэтому избыток хлорида аммония здесь не просто так, а он нужен для того, чтобы у вас хлорид аммония мог прореагировать и с нитратом, и с нитритом. То есть у вас идет две реакции на самом деле. Это тоже очень интересные реакции. Кстати, похожие реакции абсолютно точно есть в демо-версии, только там было про не бария, а нитрат калия, ну, неважно. Очень многих, ну, вот, когда только начинают заниматься, их, как бы, они вводят в ступор. Почему? Ну, потому что ты начинаешь записывать, как нас учили. Две соли реагируют, они меняются, да, там, катионами или анионами, я не знаю, что вам удобнее. И мы смотрим в таблицу растворимость. Если в результате реакции образовался осадок, то реакция идет. Если не образовался осадок, значит, реакция не идет. Если вы посмотрите, то хлорид бария и нитрат аммония, они, как бы, растворимы. И по всем вообще признакам реакция не должна идти. Но она на самом деле идет, потому что здесь еще, кстати, написали про нагревание тоже не просто так, и намекнули на то, что должен выделиться какой-то газ. А дело в том, что, вот, давайте я где-нибудь вот здесь напишу, то есть у вас получается барий хлор-2 в любом случае, и хочется написать второй продукт NH4, NO3. Да, оказывается, что вот эта штука, она разлагается при нагревании. Причем это нагревание не очень большое, там, до 100 градусов Цельсия. Это можно вполне сделать просто вот в растворе, да. Вы можете просто прокипятить и довести до той температуры, при которой, ну, у вас может начать протекать вот этот процесс разложения. И на что разлагается? Разлагается на водичку, да. Вы знаете, наверное, эту такую фишечку, что мы умещаем, как бы, 2 молекулы воды, и тогда просто остается оксид азота-1. И вот у вас продукта здесь получается 2 молекулы воды и вот этот оксид азота-1. И вторая реакция, это, ну, аналогичная реакция, только с нитритом. И здесь абсолютно та же самая логика. У вас происходит реакция при нагревании, и у вас получается не нитрит, а аммония, а у вас получается продукт разложения нитрита аммония. Опять же, 2 молекулы воды, и остается уже только азотик. И вот у вас как раз газы, которые выделяются, это Н2О и Н2. Вот такая вот штучка. Хорошо. Вот здесь очень важно коэффициенты оставить, только если вы расставили коэффициенты, можно ставить себе 4 балла. А у вас стоит самопроверка, да, там на сайте, ну, потому что вы сможете проверить себя самостоятельно. И я вас призываю быть к себе по отношению к своей работе с жесткими. В том плане, что если вот вы забыли где-то один коэффициентик, вот все у вас правильно, и один коэффициент вы забыли поставить. Нет, вы не поставили коэффициент уравнения реакции, вы себе не засчитываете. Вы ставите себе за него 0 баллов. Вот приучайте себя вот к такой, знаете, дисциплине. Потому что если вы будете так, знаете, здесь себе балл добавили, там себе балл добавили, ой, а вот тут, наверное, тоже я себе балл добавлю. И в итоге вы пишете пробники условно на 90, а на экзамене получает за 70, потому что везде себе баллы какие-то понадобавляли. Нет, так не пойдет. Вот, Максим подтверждает, что легко. Ну да, я говорю, что пробник, он такой, знаете, сентябрьский, сентябрьский легкий пробник, чтобы не травмировать никого после долгого летнего отдыха. И, не знаете, не появилась какой-то апатии, что как, как я буду это ЕГЭ сдавать. Цепочка тоже суперлегкая. Давайте посмотрим. Итак, у нас есть бутен 2, тек, так, расставляем водородики, ой, CH3, CH3, CH, CH. И присоединяем молекулу H-бром. Здесь, в принципе, никакие правила там морковненького нам не нужны. Почему? Потому что молекула, к которой мы присоединяем, она симметричная. И мне без разницы, куда это присоединение делать. То есть, ну, в любом случае я получу, как это, 2-бром-бутан. Бром. Ой-ой-ой-ой, куда я плюс-то пишу? Подождите, не надо нам никакого плюса. CH. Ну и, соответственно, сюда присоединился водород. Ну, неважно. Сделаю наоборот, будет то же самое. Хорошо. Следующее, что у нас делают? Смотрите, дальше получается вюрцфитик. Ну, наверное, те из вас, кто готовились к экзамену уже, возможно, или просто помнят хорошо органику с прошлого 10-го класса, или только, может быть, сейчас вы изучаете органику, и еще не дошли до бензола и так далее, то вы, наверное, знаете, что это, конечно, не самая хорошая реакция с точки зрения препаративности, но в ЕГЭ она нам попадается, и, естественно, мы такие реакции должны уметь писать. Это реакция аналогична реакции вюрца, как в вулканах. Она, например, была. Здесь, посмотрите, тот же самый натрий, те же самые галоген производный. Точно так же на самом деле получается какая-то там смесь продуктов, потому что у вас и вот эта штука может удвоиться, вот этот радикал, и вот этот радикал у вас может удвоиться. Но мы, скажем так, на такие, ну, не мелочи, конечно, мы на это внимание не обращаем, потому что, ну, мы такой чуть-чуть бумажной химией, да, с вами на ЕГЭ занимаемся. Что происходит дальше? Дальше, посмотрите, в присутствии железа происходит бромирование. Опять же, те, кто занимался или просто хорошо знают органику, вы знаете, что это вообще, когда, в принципе, мы работаем с бензольным кольцом, у которого есть какие-то заместители, нам очень важно обращать внимание на условия протекания реакции. Почему? Потому что, если бы эта реакция происходила при воздействии ультрафиолета, ашню, тогда бы у нас произошло замещение в радикал, то есть вот в эту вот штуку вот. Если у нас стоит железо, ну, или феррумбром-3, в принципе, то же самое, это значит, что у нас реакция происходит в кольцо, замещение происходит в кольцо. И это у нас ориентант, получается, первого рода. Он ориентирует ворота и в пару положений, то есть либо сюда, либо сюда. И здесь как-то не очень очевидно, честно говоря, куда должно произойти. Я думаю, что можно было, ну, хотя даже не... С одной стороны, вроде бы не очень очевидно, с другой стороны, потом опять вот этот фрагмент хотят впихнуть по такой же реакции в юрцефитига. И что-то мне подсказывает, что если мы здесь получим ортоизомер, и получится, что нам тогда в орто положение нужно вводить вот эту большую группу, то у нас просто истерический фактор будет играть роль, и это будет не очень хорошо. Поэтому я бы ввела в пароположение. Хотя прямого указания на это в условии задачи нет. Мне кажется, что на ЕГЭ как-то бы конкретизировали, наверное, дали бы какую-то подсказку, потому что так не очень очевидно, да, куда нужно вести. Ну, дальше опять в юрцфитиг. Вы там не заскучали от такой простоты? Мне кажется, знаете, как бы сейчас, наверное, те, кто смотрит эту трансляцию, они на два лагеря поделены. Первые это те, кто занимался, например... Ой, что я пишу? Мы же еще сначала не сделали это. Первые это те, кто уже занимался, например, в прошлом году и думают, блин, как легко. Где, где жесть? Где нормальный, там, настоящий жгучий пробник? Потому что у нас вообще название жгучий пробник, оно появилось в прошлом году, и мы публиковали, ну, такие не самые, да, простые там задания. Вот. Где, где нормальные задания? Мы хотим, хотим нормально заниматься, хотим прям страдать, пока решаем. Вот. А вторая половина это те, кто не занимались и только вот начали действительно готовиться с нуля и думают, боже мой, какой кошмар, как много всего нужно будет выучить для того, чтобы сдать этот несчастный экзамен. И прям, наверное, немножечко так возгрустнули. Хорошо, ладно. Ну, да. И последняя штука, это у нас реакция окисления. Я, честно говоря, не очень люблю окислять такие вещи, потому что, потому что их все окисляют по-разному. Смотрите, давайте сейчас я запишу. Вы, наверное, знаете, ну или не знаете, что когда мы окисляем какие-то производные бензола, то у нас в любом случае получается, ну, окисляется альфа-атом углерода. И возникает вопрос, а что делать как бы с остальными атомами углерода, потому что кто-то говорит, что у нас должно получиться, не важно, насколько большой фрагмент, и должна получиться просто молекула СО2. Кто-то говорит, что у нас там получается какая-то карбоновая кислота. И непонятно, где же, собственно, эта истина, но опять же, справедливости ради, на экзамен стараются избегать таких заданий. Вот. В любом случае здесь получается дикарбоновая кислота, то есть окисляются альфа-атомы углерода. В любом случае вот этот фрагмент, как ни крути, он будет окисляться до СО2. А вот что делать с этим фрагментом, есть некоторый вопрос. Возможно, если вдруг этот разбор посмотрят специалисты в органической химии, и еще если вы преподаете школьникам, это будет вообще замечательно, потому что вы погружены немножко в школьный контекст, расскажите, как все-таки правильно писать. Писать здесь уксусную кислоту или писать СО2? Потому что я в некоторых учебниках вижу, что предлагают писать уксусную кислоту, некоторые предлагают писать СО2. И вот истина, видимо, где-то посередине. Давайте мы для разнообразия, напишем уксусную кислоту, но это такой тоже вопрос открытый. Что будет с марганцем происходить? Будет происходить образование марганец СО4, калий-2СО4, это тоже, да, у нас из перманганата и водичка, и водичка. Если у вас есть сложности с уравниванием органических реакций, то, наверное, мы в этом году проведем открытое занятие, потому что открытое занятие было два года назад, и на канале почему-то у биологов Дарвина можно найти, там, он называется окисление алкенов, но, в принципе, там та же самая схема, да, для уравнивания такой реакции тоже. Вот, но я думаю, что если у вас будет желание, то потом ближе к Новому году мы обязательно проведем занятия и научимся органические реакции всякие разные уравнивать. Так, Ольга. Вот Ольга тоже бы кислоту написала. Ну вот, еще раз говорю, я вот просто видела и так, и так. Ну, на ЕГЭ я, кстати, ни разу не видела, чтобы они такое давали, они стараются давать какие-нибудь там какое-нибудь ксилол или мезотилен, то есть в любом случае, когда метильные группировки просто находятся, или там этилбензол какой-то, где у тебя, ну, в принципе, однозначно определяется, ну, кумол, ладно, там, в крайнем случае у тебя, ты в любом случае пишешь СО2. Вот такие штуки на экзамене обычно не дают, и было бы, наверное, интересно посмотреть, послушать мнение разработчиков, да, мнение составителей экзаменов по поводу этого задания. Надо будет, кстати, не забыть и спросить, когда у них будет вебинар какой-нибудь очередной, как раз весной, ой, осенью они обычно проводят. Следующая задача, бывшая 34-я, тоже такая супер вообще лайтовая, знаете, так, для разминочки. Конечно, сейчас 33-я, да, уже задача, они выглядят гораздо интереснее, гораздо сложнее, но мы, опять же, даем себе такую возможность вздохнуть спокойно более-менее и пока не напрягаться, хотя тут, ух, можно сколько всего наворотить. Итак, эта задача, если мы прочитаем, сразу бросается в глаза, что мы не знаем вообще, какие продукты получатся, и эта задача, скажем так, на альтернативной реакции, когда у вас может получиться кислая соль, может получиться средняя соли, вам это обязательно нужно учесть. Итак, здесь, в принципе, одна единственная реакция, что абсолютно, да, не свойственно вообще задачам 33-м, и у нас может быть два варианта. У нас может быть вариант, что при взаимодействии СО2 и калий-ОН образуется средняя соль, калий-2СО3 плюс водичка, или может быть у нас вариант, что при взаимодействии СО2 и калий-ОН образуется кислая соль. Так, давайте оставим с вами коэффициенты. Здесь не нужны коэффициенты. Все, расставили. Еще раз, да, у нас или вот этот идет процесс, или вот этот. Я обычно говорю, что можно решать такие задачи на альтернативной реакции двумя способами. Можно либо вот как бы сказать, что идет либо такой, либо вот такой вариант, либо можно рассматривать процессы последовательно, да, что сначала, например, там образуется, допустим, кислая соль, потом с избытком щелочи она реагирует, но для этого нужно сначала посчитать, а сколько изначально у нас каких реагентов есть и в каком они находятся соотношении друг к другу. Давайте как раз посчитаем. Итак, у нас есть сернистый газ, да, можем посчитать его количество. Так как объем измерен при нормальных условиях, могу воспользоваться обычной формулой, где объем делят на малярный объем и что у нас получается. Буду если вдруг вы не знали, то на ЕГЭ по химии можно и нужно брать с собой калькулятор, поэтому приобретите его себе уже сейчас, пользуйтесь и не нужно пользоваться калькулятором на телефоне, на компьютере, пользуйтесь тем калькулятором, с которым вы пойдете на ЕГЭ. Это вам немножечко упростит жизнь. Чуть-чуть, но упростит. И то же самое давайте сделаем с гидроксидом калия. У нас есть объем раствора и плотность раствора, поэтому надо сначала посчитать его массу. Как мне это сделать? 450 нужно умножить на одну целую, то есть здесь у меня миллилитры, да, были, здесь граммы на миллилитр. Себя проверили, что у нас миллилитры сократились и осталась масса. И это значит, что вы все сделали правильно, не перепутали формулу. Кстати, опять же, если говорить про всякие запоминалки и какие-то упрощения себе жизни, вот у нас полистайте стену получается вниз. Была на этой неделе такая рубрика каких-то стишочков и запоминалок, и там было в том числе про формулу для плотности. Так что те, кто забывает постоянно, вы можете посмотреть и вспомнить. Так, теперь мне нужно найти массу калий-ОАЖ, да. У меня есть масса раствора, есть массовая доля. Чтобы найти массу калия-ОАЖ, мне нужно умножить массу раствора на массовую долю гидроксида и поделить на 100%. Ну, либо просто 504 умножить на 0,1. Получается 50,4 грамма. И теперь я могу найти количество калий-ОАЖ. Для этого мне нужно массу поделить на 56, по-моему, да, у него. Давайте я на всякий случай посчитаю. Да, 56. На малярную массу гидроксида калия. Получается 54 поделить на 56, это будет 0,9. Ну, вот посмотрите, у меня, я вот здесь напишу просто, чтобы не перелистывать туда-сюда. Соотношение СО2 и калий-ОАЖ, то, которое мне вот исходно дано, да, которое по условию реакции у меня есть. Это какое? 0,6 к 0,9. Это получается что? Ну, это получается 1 к 1,5. То есть мы как бы находимся вроде бы и не здесь, и не здесь. То есть у нас ни та, ни другая не сработала штука. Это, ну вот, где-то, где-то посерединке. Поэтому, опять же, можно на самом деле было решить разными способами. Давайте я, наверное, оба покажу, да, раз все-таки задача не очень сложная, тогда хотя бы можем разные способы рассмотреть. Способ первый можно просто, ну, ввести Х, У, да, и сказать, что пусть у вас, например, здесь, там, Х моль реагирует СО2, тогда калий-ОАЖ реагирует тоже Х моль. Здесь у вас прореагировала У моль СО2, тогда калий-ОАЖ прореагировала 2 У моль в 2 раза больше, потому что у вас по уравнению реакции калий-ОАЖ в 2 раза больше. И тогда у вас получается, ну, как, знаете, уравнение, систему уравнений, да, то есть это первый способ, где вы отметили, что пусть количество СО2 получается в первой, да, реакции, это Y моль. Тогда количество калий-ОАЖ во второй реакции это 2Y моль. А количество СО2 во второй реакции это Х моль. Тогда количество калий-ОАЖ во второй реакции это тоже Х моль. И получается, что у вас Х плюс У, то есть это общее количество СО2, это 0,6 просто по уравнению как бы реакции. А общее количество калий-ОАЖ у вас 0,9 просто опять же по условию задачи. Так. Угу. Получается, что? Так, это получается... Я же могу вот это вот так, да, представить. А вот это у меня 0,6. Немножко математики, да, вот плавно вебинар превратился в вебинар по математике. Тогда получается, что Y равен 0,2 и X равен 0,4. Так. Я надеюсь, мы с вами разобрались. Вот. Это был первый вариант, как можно было решить. Второй вариант. Можно было бы как бы пойти немножечко по другой истории. Ну и, соответственно, давайте я тогда вот это сотру здесь, вот эти X и Y. И напишу уже какие-то конкретные числа. X у меня получилось 0,4, да? А что я обозначила за X? Подождите. Вот тут было 0,4. Тут 0,4. Тогда вот этого тоже 0,4. Тогда этого получается 0,2, да? Этого. Так. Оу, прост... А, это 0,9. Как... Серёжа, ты просто вообще огромнейшее тебе спасибо. И сейчас я, как, знаете, как настоящий преподаватель должна сказать, что... Ребята, а вообще-то я вас проверяла. Ну ладно, шучу. Это ни в коем случае не в обиду преподавателей. Просто есть, да, такая, знаете, типа шутка, что вот... Что те преподаватели, которые не умеют признавать свои ошибки, они такие... А я вообще-то вас проверяю. Я вообще-то вас проверяла. Насколько внимательно вы следите за тем, что происходит. Так, подождите. Тогда здесь не 0,4. Здесь тогда тоже 0,3. Всё. Разобрались. 0,4. Всё. А я смотрю, что-то, что-то не то. Что-то не то. Срочно нужен математик у нас. Срочно нам нужен математик. Вот. Можно было сделать вот так. Либо можно было сказать... То есть, смотрите, получается, что у вас как будто бы... Ой! Как будто бы СО2 реагирует с калий ОАЖ, да, и у вас, например, получается калий ОАЖСО3. То есть сказать, что сначала у вас протекает вот эта вот реакция. СО2 плюс калий ОАЖ, и получается калий ОАЖСО3. То есть у вас получается, ну, как первый этап. И сказать, да, что вот этого у вас пререагировало 0,6 моль, тогда вот этого у вас пререагировало тоже 0,6 моль, и вот этого образовалось 0,6 моль. Но у вас-то по условию задачи 0,9 моль калий ОАЖ, а не 0,6 моль. Соответственно, он остался, и у вас избыточное количество калий ОАЖ, которое не пререагировало, в каком количестве? 0,3 моль. То есть было 0,9, 0,6 прореагировало. 0,3, значит, осталось. Вот оно уже реагирует с калий ОАЖСО3 с образованием средней соли. Можно было тоже так решить, и по идее вы должны получить абсолютно точно такие же числа, и все у вас как бы будет хорошо. Выбирайте, да? Ну, здесь я уже просто не буду расписывать, я прямо над уравнениями написала. Если есть вопросы, вы сможете потом в комментариях задать, либо мне написать, либо задать их сейчас. Но главное, чтобы... То есть еще раз, как вам удобнее, так и можно решать. Можно рассмотреть последовательно. Обязательно, да, не забыть про вот этот избыток недостаток и посмотреть, сколько чего пререагировало, сколько чего осталось. Можно было взять систему и, в принципе, получить все то же самое. Так, я, конечно, много, да, выделила места. Я тогда вот это сотру, просто потому что... Просто потому что мне писать будет негде. И что нас там просят сделать? И нас просят установить вообще состав соединений, который есть в растворе. Мы знаем, что у нас есть и калий-2СО3, и калий-Аш-СО3, причем в одинаковом количестве. И нужно теперь просто массовые доли посчитать. Ну, давайте так и сделаем. Итак, соответственно, давайте найдем сразу массу и калий-Аш-СО3, и массу калий-2СО3, раз мы знаем их количество. Что мне для этого нужно сделать? И того, и другого у меня по 0,3 моль, будет у них отличаться малярная масса. Получается малярная масса калий-Аш-СО3, это 39 плюс 1 плюс 32 плюс 48, получается 120 граммов на моль. Умножаю на 0,3 моль, получается 36 граммов. Правильно? И для калий-2СО3 считаю. Это 39 умножить на 2 плюс 32 плюс 48. 158, да, получается. Вы, пожалуйста, следите за мной, я нигде тут не напортачила. 47,4 грамма получается. Посчитаем массу конечного раствора. Ну, раствор получился супер просто, да, мы с вами смешали СО2, точнее, мы как бы пропустили СО2 через раствор гидроксида калия. То есть у нас масса СО2 плюс масса гидроксида калия раствора все. Соответственно, массу СО2 мы с вами не считали, но давайте, то есть мы напишем, это масса СО2 плюс масса раствора калий-ОН. У нас нет массы СО2, но мы знаем количество СО2, это 0,6 моль, поэтому, в принципе, мы можем прямо здесь сразу строчки посчитать. Как мне найти малярную массу СО2? Мне нужно к 32 прибавить 32, 64. То есть вот это вот, это масса СО2. И прибавить массу раствора калий-ОН, которую я посчитала, и которая равна 504 грамма. Нет, давайте я граммы все-таки уберу, потому что я их нигде не писала, а тут вроде написала резко зачем-то, и непонятно зачем. Так, 0,6 умножить на 64, у меня получилось 38,4 плюс 504. 542,4 грамма. Это получилась масса конечного раствора. И я теперь могу найти массовые доли. Соответственно, массовая доля калий-ОН, СО3 чему равна? 36 поделить на 542,4 и умножить на 100%. 36 поделить на 542,4. У меня получилось 6,64%. А здесь у меня тогда должно получиться 47,4. поделить на 542,4 умножить на 100%. Должно поменьше, да, чуть-чуть быть. Ой, побольше наоборот. 8,74. Вот, ну еще можно для, знаете, такой 100% уверенности в своем результате посчитать еще массовую долю воды, потому что она тоже входит в состав финального раствора. И обычно, да, все-таки, когда просят массу всех, да, веществ, которые есть, лучше еще и воду тоже посчитать. Ее можно почитать очень просто. Можно из 100% вычесть массовые доли тех веществ, которые у нас в соли, и получим просто воду. Вот такая вот задача. Ну, как бы она несложная, но такая она несложная, если вы вообще хотя бы знаете. Ну, то есть, наверное, опять же, для тех ребят, которые давно занимаются, давно готовятся и давно решают, кажется, что это суперлегко. Но я вам честно признаюсь, это абсолютно не очевидно, да, что у вас могут быть какие-то вот эти альтернативные реакции. Даже если дать ее ребятам, некоторым, которые, ну, не решали задачи, но даже там в середине 11 класса, они не смогут ее решить. Поэтому те, кому кажется, она простая, вы прям молодцы. Это значит, что вы хорошо работали, хорошо занимались. И как бы это просто потому, что, просто вы потому, что много поработали, а не потому, что, как бы, это что-то совсем элементарное. И последняя задача тоже, естественно, она такая простенькая, вот. И мне кажется, что, наверное, маловероятен такой формат задания именно на экзамене, потому что сейчас они вот последние несколько лет стараются давать исключительно либо на продукты сгорания, либо на массовые доли компонентов. И на самом деле это хорошо, потому что вот такие вот задачи на уравнение реакции, они как будто бы больше вот в сторону 33, и как будто бы это, наверное, сложнее для выпускников, потому что здесь можно придумать какое-то нереальное количество вообще разных формулировок, и к ним очень сложно подготовиться. Поэтому продукты сгорания массовой доли – это классно. И вообще, кстати, у нас был спецкурс, тоже в ВКонтакте, примерно полгода назад. Он был, по-моему, в начале весны, где как раз мы учились решать задачи. Они тогда назывались 35-й, а не 34-й, и поэтому, когда будете искать, обратите внимание. И там я как раз рассказывала, как решать все типы задач. Мы очень много практиковались, поэтому если вам знания органики позволяют, обязательно посмотрите. Ну, мне прям очень понравился этот курс, но так я и не скромно, конечно, говорю, да, про него, потому что он вроде бы мой, но я постаралась сделать его максимально полезным для вас, поэтому пользуйтесь на здоровье. Я надеюсь, кому-то он поможет, и тогда это здорово, значит, не зря делала. Итак, как я уже сказала, немножечко необычный тип, потому что здесь нам нужно поработать будет с уравнением реакции. И вот давайте тоже посмотрим, не всем, возможно, очевидно, как это нужно делать. При взаимодействии альдегида с аммиачным раствором оксида серебра образуется осадок. Зачем-то знак здесь вопроса. Не нужно так вопроса, спасибо. И на основании данных условий задач, ну, там я пропустила первые два пункта, но нужно, собственно, установить формулу альдегида, структурную формулу и записать уравнение гидрирования этого самого альдегида. Итак, здесь нам для того, чтобы решить эту задачу, обязательно нужно написать уравнение реакции вот как раз альдегида и аммиачного раствора оксида серебра. И сделать нам это нужно, получается, в общем виде, потому что мы точно не знаем, ну, как бы, какая формула. Ну, можно обозначить радикалом вот все что-то там. Причем радикал это, может быть, получается и просто, наверное, водород. Но тогда мы это поймем по циферкам. Вот общая формула альдегидов. И аммиачный раствор оксида серебра. NH3 дважды OH. Подсказывайте мне, что тут должно получиться. Это реакция серебряного зеркала. И тут у нас должна получиться соль, правильно? Тут должен выпасть в осадок серебро, должно точнее. И это как раз есть, наверное, тот самый осадок, который получается. Должен улететь аммиак. И что-то мне подсказывает, что должна быть еще вода. Вот, знаете, я тоже летом хорошо отдохнула. И забыла, какие тут должны... Просто когда ты уже решаешь долго-долго-долго, у тебя коэффициенты в этом уравнении, ты их по памяти помнишь. А вот чувствуется, что было лето. Не помню по памяти коэффициенты. Поэтому придется расставлять самостоятельно. Так, что-то мне подсказывает, что здесь были двоечки. Двоечки? Что-то я зависла немножко. А зачем? Нет, стоп. А зачем я здесь двоечки поставила? Подождите. Ёёёёшки, ёёёёй. Не нужно же здесь двоечки, да? Азот уравнялся уже уравнялся. Серебро уравнялось. Я сейчас буду уравнивать, мне кажется, полчаса. Нет, мне кажется, здесь нужны двоечки. Да? Помогайте. Помогайте уравнять. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот теперь кажется нормально. Один, два. Нет, шесть, семь, семь на два, четырнадцать, пятнадцать. Здесь четыре плюс девять. Да, всё, уравняла. Главное не забывать особый случай, это формальдегид. Да, потому что там не... Ну, как бы... Потому что муравьиная кислота, она сама может в таких условиях окисляться. У вас будет получаться карбонат аммония. Вот. И вообще, вот, Дмитрий, а я бы сказала, что не только этот случай нужно вспомнить. Я точно помню, что были такие задачи... По-моему, они даже были то ли в демо, то ли где-то, вот прям недавно. Во-первых, помнить, да, про то, что у вас есть формальдегид. И что там из-за того, что получаются немножечко другие коэффициенты, у вас другое будет соотношение. И также не забывайте про то, что у вас может быть Дельдегид. То есть у вас может быть две альдегидные группы. И у вас тоже тогда будут коэффициенты, получается, немножечко другие. Потому что вам нужно больше будет аммиачного раствора, чтобы окислить в соотношении. И тоже его нужно рассмотреть. А здесь нужно прям перебирать. Если у вас не получилось одно, посмотрели формальдегид. Не получилось и формальдегид, посмотрели Дельдегид. Не получилось и Дельдегид. Ну, не знаю, поплакали и посмотрели что-нибудь еще. Ну, это такие просто три самых типичных. И все они три были так или иначе где-то в экзамене. Поэтому, ну, или в каких-то сборниках. Поэтому тоже нужно обратить внимание. Так, что мы делаем дальше? Ну, а дальше просто, как в 33-й задаче, будем работать с количествами. Осадок. Осадок это серебро. Да, реакция серебряного зеркала называется. Потому что выпадает, собственно, серебро в осадок. И таким красивым тонким слоем по стенкам сосудов. Если нормально, не криворуко сделать. И, ну, действительно, как зеркало, как отражение. Обязательно посмотрите этот опыт, если не видели. И мне, наверное, нужно найти количество серебра. Что мне нужно сделать? Мне нужно массу поделить на малярный. Ой, малярный. Какая малярная? Я все время забываю. У него 108, 109, 107. Подскажите, старушке Тасси, какая малярная масса у серебра? По-моему, у него 108. Ну, мне кажется, что это 108. Потому что очень красивый ответ получился. 0,16 мой. Поэтому, если это не 108, то очень-очень жаль. Вот, все, 108. Хорошо. Так, я могу подписать где-то здесь, да, вот, например. Что это? 0,16 мой. И теперь очень хочется сделать то же самое для альдегида. Но для альдегида я не могу найти малярную массу. Ну, в смысле, я не могу получить число. То есть у меня как будто бы получится сейчас какая-то формула. Из-за того, что я не знаю, что это за радикал. Ну, у меня получается, что это будет какая-то малярная масса радикала. Давайте обозначим ее за х, потому что быстрее писать. И нужно прибавить малярную массу вот этого карбонильного фрагмента. То есть 12, 1 и 16. Тогда это будет х плюс 29. Правильно? Граммов на моль. И тогда количество альдегида, которое вступает в реакцию, это что такое? Это 5,76 поделить на х плюс 29 моль. Пожалуйста, не забывайте указывать единицы измерения. Это просто какая-то боль. Потому что, когда вот вы получили какое-то красивое, ну, просто число, вы обычно пишете единицу измерения. Когда вы вводите какие-то переменные, и у вас, например, вдруг вырастает х, почему-то все перестают сразу писать единицы измерения. Как будто бы наличие х, я не знаю, сделает это необязательно. Нет, ребят, как бы х плюс 29, и обязательно нужно указать что, чего. Крокодилов, бегемотов, бананов, да, граммов на моль. И теперь, да, мы должны найти как-то х, мы должны посмотреть на уравнение реакции, в каком у нас соотношении реагирует альдегид, и получается серебро. Посмотрите, у них коэффициенты 1 и 2, то есть они 1 к 2 у нас получаются. То есть количество альдегида поделить на единичку, потому что перед ним стоит единичка, равняется количеству серебра поделить на 2, потому что перед ним стоит коэффициент 2, 1 к 2 соотношение. И я вместо тех вот количеств, которые тут у меня есть, и подставляю количество, которое я нашла. Количество серебра у меня 0,16 моль, а здесь у меня вот это 5,76 на х плюс 29. А тут у меня просто 0,16 поделить на 2. Отсюда следует что? Что х у меня, ну, во-первых, наверное, можно поделить. Давайте я прям сразу поделю. 0,08. И получается, что х это будет у меня что такое? Это у меня будет... Боже, почему я не могу посчитать? Так, сейчас, простите, пожалуйста, я уже под вечер не соображаю. Давайте я все-таки распишу, а то я боюсь, я сейчас со знаками запутаюсь и все. Получается, что х плюс 29 это 5,76 поделить на 0,08. То есть х плюс 29 равно 72, и отсюда х равен 72 минус 29, а 43. То есть получается, что малярная масса вот этого какого-то углеводородного, ну, я очень надеюсь, что углеводородного, радикала 43 грамма на моль. Ну, мы можем предположить, наверное, какие-то самые простые варианты, что это все-таки углеводородный радикал, и тогда я могу, наверное, представить его общей формулой CH3, CH2N, правильно? И дальше вот у меня какой-то CHO. И вот это у меня и есть радикал. Согласны? Тогда получается, что, ну, можно на самом деле просто составить сейчас малярную массу вот этого такого R, что у меня получится? 15, это малярная масса CH3 радикала плюс 14N, да? И я знаю, что это должно быть равно 43. Соответственно, 14N равно 43 минус 15, это 28, и N равно 2. То есть у меня получается всего 4 атома углерода в цепи. То есть я получила бутональ, да? Масляный альдегид. CH3, CH2, CH2, CHO. Ну, или если нас попросят написать формулу, то это получится CH4H8O, да? Да. Вот такая вот штука. И что нас там просили написать? Реакцию гидрирования. Ну, могли бы что-нибудь попросят? Я, знаете, так сейчас ругаюсь. Я просто обычно люблю комментировать сложность всяких демо-версий. А сейчас, получается, я как бы комментирую задания своих же ребят. Блин, могли бы придумать что-нибудь посложнее. А потом сама вспомнила, что попросила их ничего сложного не придумывать. И такая неловко, короче, получилось сейчас. Немножечко. Напоминаю, что условия реакции указывать необязательно. Если вы их не укажете, ничего страшного не произойдет. Да, вот тут Дмитрий вообще просто замечательные советы дает, что, конечно, вот у нас только был суперпростой вариант, но не отчаивайтесь, если вдруг вы не нашли. То есть, если у вас N получилось не целое число, это значит, что неправильно, то есть, что это не такая общая формула. И что вам нужно рассмотреть, вот как раз, может быть, циклические, или там те, у которых есть двойная связь, такое тоже может быть. Или вообще, может быть, что это какой-то фрагмент, да, с бензольным кольцом, или там с ним, дай бог, заместителями какими-то. В общем, нужно фантазировать. Но ничего, мы к следующим пробникам придумаем что-нибудь такое. Похитрее, я думаю, ближе к Новому году. Поэтому ждите, ждите. Вот все, что сейчас Дмитрий предложил нам в комментариях, было бы прикольно все это впихнуть, да, в одно соединение, чтобы прям помучиться немножечко, пока будешь структурную форму устанавливать. Ну что, я надеюсь, что вам и замасленный подходит. Да, и замасленный, кстати, тоже подойдет. Нет противоречия условиям вообще никаких. Да, да. Ну, обычно просто сразу, да, какой-то самый, ну, линейную просто структуру хочется сразу написать, как более, наверное, легко всплывающий в голове. Но, да, можно и замер. Да. Ну что, не буду вас, на самом деле, долго задерживать. Я просто даже не буду, на самом деле, долго рассказывать, потому что, мне кажется, мы же так много рассказывали про наш курс основа на каждом вебинаре, везде и в группе и так далее. Я просто хочу напомнить, что мы готовимся, мы уже начали готовиться, занимаемся как раз, ну, с третьего, ну ладно, с шестого числа у нас начались занятия. Ребята, очень многие пришли с нуля. Я вот видела вначале, кто-то спрашивал, можно ли прийти с нуля. Можно. У нас приходят ребята с нуля, и сейчас потихонечку-потихоньку вклиниваются, учатся, уже решают первые задания, набирают свои первые баллы. Поэтому, если вы тоже думаете, а где бы мне подготовиться к химии, то мы вас очень ждём. И можно действительно и на 90+, и на 100 баллов даже подготовиться. У нас в прошлом году были такие примеры. Естественно, это непросто, но это вполне себе возможно. Поэтому не тяните. Самое главное, начните уже заниматься хоть где-нибудь, хоть с кем-нибудь, хоть как-нибудь. Потому что чем дольше вы выбираете, чем дольше вы ждёте, пока начнётся какой-то ещё более короткий курс, тем меньше у вас шансов на высокие баллы. Просто потому что наши возможности с вами не безграничны. И невозможно, да, там, и за месяц подготовиться как-то... Ну, то есть, можно и за неделю, да, наверное, всю химию как-то просмотреть, всё, что нужно для ЕГЭ, только не запомнить. Вот. Это такой примерный наш очень общий план на год. Я хочу сказать, что мы занимаемся прямо до самого экзамена. И теорию мы изучаем вплоть до апреля. Поэтому у нас нет такого варианта, что мы за 4 месяца всё проходим, а потом опять всё проходим. Потому что мне кажется, что это не очень эффективный способ подготовки. Мы занимаемся прямо до мая. И вообще химия это такой довольно насыщенный предмет теории, да, в котором на самом деле года... Ну, мне кажется, что года... Ну, не то чтобы мало, но точно немного. И хватает прямо впритык, чтобы все темы изучить довольно в таком быстром темпе. А если это ещё и в полгода укладывать, то мне кажется, голова просто должна взрываться, потому что невозможно столько всего запомнить и столько всего освоить. Вот. И тоже, если вы собираетесь... Наверняка вы не только химию сдаёте, 100% вы сдаёте русский, возможно, вы сдаёте математику, либо биологию, то можно заниматься по смежным предметам, и не пересекаются у нас занятия, поэтому вам не нужно будет думать, когда что в записи потом пересматривать. Можно просто следовать расписанию, и всё. Всё, Дмитрий... Я чувствую, что Дмитрий... У Дмитрия, кстати, есть группа своя, где он придумывает всякие адские варианты и задания. Я чувствую, что там уже рождается какая-то структура хитрая в его новом пробнике. В общем, берегитесь, держитесь. Те, кто будет решать его пробник, вы помните идеи, которые он тут предлагал, наверняка так или иначе будет задействовать. В общем, прямо какое-то что-то нереальное уже придумывает. Это круто, на самом деле, да. Если ищу и тройную связь, и альдегидную группу, но это как-то жестоко тогда получится, потому что до такого не догадаешься на экзамене, мне кажется. Ну, это же нужно будет учесть уравнение реакции, да. И это прям жестковато. И осадков получается же тогда два будет. Ой, всё, ладно, мы предлагаем перенести это обсуждение в другую плоскость. И я хотела вам сказать, я вам обещала про одну маленькую штуку рассказать, на которую мы решили решиться в этом году. И завтра у нас всё ещё продолжается спецпроект. Завтра у нас он всё ещё идёт, и мы решили выложить подборку, небольшую подборку заданий номер один, который можно будет решить на нашем сайте, точно так же, как пробник. И если вам это будет полезно и интересно, а мы это можем понять по вашим реакциям, по отзывам, по каким-то комментариям, то постараемся выпускать такое регулярно. Это, кстати, относится и к пробникам, поэтому если пробник показался вам полезным, я ещё раз говорю, понятно, что он был лёгкий, но если бы вы хотели дальше видеть пробники в нашей группе, которые мы будем выкладывать в открытый доступ, то, пожалуйста, дайте как-то знать, потому что пока без вашей обратной связи мы как бы этого понять не можем, и догадаться об этом тоже. И, соответственно, завтра, когда выйдут задания, тоже решайте, тоже обязательно пишите, как вам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, нам прям очень интересно, будет ли вам это полезно, и если будет, то мы постараемся делать это почаще, и, в общем, так часто, как сможем. Поэтому всем большое спасибо за внимание, спасибо большое, что в этот субботний вечер пришли, а сейчас всем обязательно идти отдыхать, я не знаю, погулять поздновато, да, вот я просто у меня, у меня за окном уже ужасно темно, и я не хочу гулять идти. Вот, но можно пойти отдохнуть, позаниматься спортом, почитать книжку, в общем, отдохните вы от химии, и от ЕГЭ, и от всего на свете, можно себе позволить раз в неделю вечером точно. Спасибо вам большое за внимание, заглядывайте к нам в группу, заглядывайте в Инстаграм, в Телеграм, буду вас везде ждать, и давайте, пока-пока!